у нас macbook air 13 приехал с города октябинска с проблемой включается черный экран на внешке показывает с полосами или нет точно не знаю вот я взял тестовый такой же сейчас я буду его сюда соединять разбирать и мы будем смотреть он битый хоть какую-то картинку подсветку может что-то запутает то есть делаем повторную диагностику иногда бывает проблема что даже если дисплей поменяешь он просто работает только на внешку но не работает на внутренней вот и так приступаем это у нас air m1 23 37 цвет space grey приступаем к разбору что здесь произошло что написать в отчете то есть я нажимаю его а он и так включенный подсветка клавиатуры видите горит то есть он включенный ног изображение нет экране черные так что будем разбирать сейчас смотреть подкидывать другой тестовый битый дисплей проверять у меня их несколько него только не знает показывают не нам понадобится отвертка пенталоп 1 2 миллиметра в принципе необходимые отвертки есть наборе xiaomi виха 24 пикс выкручиваем винты нижней крышки и отстегиваем шлейф батареи это первое что нужно будет сделать при разборе у него черный экран поэтому она будет выяснить проблема в самом дисплее либо на материнской плате чаще всего проблема с самим дисплеем но было один случай в одном сервисе где у них и дисплей поменяли и подкидывали несколько дисплеев то есть нет картинки нет изображения но работает со внешнего дисплея и теперь этот макбук просто продают для людей кто хочет работать со внешним дисплеем ну то есть как писи все вот он шлейф батареи его мы отстегиваем а внутри мы уже работаем отверткой t5 выкручиваем винты антенны вай фай потом берем вторую отвертку т4 и выкручиваем заглушки шлейфа дисплея а также выкручиваем заглушку кабели антенны вай фай все теперь при помощи лопатки приподнимаем очень аккуратно потому что она приклеена корпусу антенна вай фай не оторвите шлейф и все готовы убираем антенну вай фай сторону затем перемещаемся на край стола дисплеем вниз опускаем придерживаем его для того чтобы извлечь все убираем теперь берем тестовый дисплей и тут же на два винта его прикручиваем в таком же положении для проверки все можно будет сильно не фиксировать потому что это временно закрываем и идем обратно на бар на баре сейчас мы подключим пока ничего не будем закручивать в таком положении все защелкиваем шлейф батареи он готова и теперь переворачиваем его подключаем питание и смотрим ожидаем картинку вот я не помню показывает он или нет сейчас мы все это увидим звук включения был гонг был ждем картинку все яблоко появилась до дисплей этот тестовый битый работает отлично то есть у нас проблема в матрице вот видите здесь полоска стук он был снят остался у меня после замены вот что-то туда попало закрыли и он треснул нижней части поэтому видно полоску так но система у нас тут что-то системы не то будет не очень приятно если система там слетела сейчас попробую перезагрузить узнаю пароль пароль и знал система целая видимо когда дисплей у них пропал момент обновления такое тоже бывает вот он родной дисплей сейчас я попробую его обратно установить сделаю уже это за кадром попытаю счастья может быть из обновления такое бывает когда обновляются на самому данная проблема с обновлением на самому была в основном замечена на макбуках щелками там м1 и м2 м3 еще не приносили но насчет м3 писали что бывает что у них не работает мак порты зарядки уже из коробки новый так он загрузился и пока вроде работает теперь нужно будет его потестить ну то есть подвигать нужно будет узнать причину если обрыв шлейфа или же проблема по ну то есть при обновлении хотя система сейчас на месте именно поэтому сейчас я буду его собирать как положено обратно в корпус и дальше будем тестировать смотреть что будет дальше так все выключаем обесточиваем переворачиваем отстегиваем шлейф батареи уже докручиваем все остальное закручиваем затягиваем все винты и полностью собираем его с одной стороны на маке есть небольшие вмятины то есть он ударник на его уроняли это могло также стать причиной того что картинка потерялась пропала все зачищаем все шлейфы возвращаем обратно антенну вайфай прикручиваем ее все застегиваем только в самом конце застегиваем шлейф батареи когда уже вся работа внутри выполнена но обязательно не забудьте поделиться данным на видео она может оказаться очень полезным людям которые самостоятельно хотят выяснить найти причину и решить свою проблему именно для вас а точнее для себя я создаете полезные ролики пишите в комментариях что думаете а также делайте репосты все закрываем крышку закручиваем винты нижней крышки и будем сейчас радоваться что у нас как бы все починилось и все работает хотелось бы но есть одно но подключаем питание и получаем снова черный экран ничего не показывает звук включения есть подсветка клавиатуры также работает он видите вот картинки по-прежнему нет то есть когда я все собрался закрутил картинка пропала 5 разбираем снова теперь мы будем искать положение в каком положении у нас будет появляться картинка освобождаем шлейф и дисплея и теперь ищем положение в котором будет показываться изображение так пока что нет сейчас я протру дисплей это он весь заляпанный так ищем нажимаем трогаем туда сюда обратно шлейфа дисплея скорее всего есть надрыв либо обрыв шлейфов я прям так чувствую в любом случае это не очень хорошо потому что грозит замене дисплея что не очень то и выгодно владельцу тем более мак привезли с другого города так смотрим картинки нету так снова я сейчас все ослаблю отстегиваю шлейф батареи и снова нашел положение в котором изображение появилось вот видите я сейчас трогаю и изображение мигает вот видите у него надрыв шлейфа то есть эта матрица дисплей проработает недолго видя сюда как мигает теперь мне надо будет найти это положение в котором он стабильно будет работать не мигая и в этом же положении закрутить в час поближе покажу вот с левой стороны где левее если я передвигаю у него есть небольшой надрыв шлейфа именно там где он соединяется все изображение пропало передавил теперь нужно будет найти это положение в таком положении собрать закрутить винты смещенный в левую часть для того чтобы картинка стабильно работала и не пропадала опять же хочу сказать это диагностика и данное то что я сделаю этого хватит ненадолго и нужно будет в любом случае покупать новый дисплей так еще раз его потискаем то есть я уже нашел именно какой шлейф у нас не контачит не контара делает и в этом положении все я его затягиваю с другой стороны ослабляет для того чтобы она стабильная была картинка изображение вот сейчас есть теперь сейчас надо будет это все дело зафиксировать и потом проверить и уже собрать его так снова играемся видите мигает дотрагиваюсь затягиваю если смещаю в одну сторону изображение начинает пропадать все это следствие того что его уронили одна из причин следов залития внутри не было обнаружено так положение найдено теперь в этом положении нужно будет все это делаю прикрутить готово и теперь нужно будет собрать его полностью почти все готово закрываем нижнюю крышку шлей батареи мы подстегнули теперь скрещиваем пальцы молимся всем богам и если закручиваем винты нижней крышки данной модели macbook air м1 самый лучший вариант даже 20 двадцать четвертом году для покупки на вторичном рынке там нет кулера он так сильно не греется там не так часто нужно будет менять термопасту но все-таки ее менять нужно и в целом это хороший вариант для покупки на вторичном рынке потому что они не такие дорогие производительность хорошая поэтому рекомендую брать максималки если хотите долго использовать запчасти все есть до дисплей на них дорогие сразу скажу ценник приличные есть три типа дисплея который можно установить это оригинальный через авторизацию что очень долго и по цене самого мака выйдет примерно так как он целиком на вторичке стоит второй вариант это дубликаты дешевые где замыленное изображение не такая уж цветопередача тритон не работает и яркость не выходит на максимально и третий вариант это оригинальный снятые дисплеи с другого макбука где все как бы будет работать вплоть до тритона или тритона я называю тритона ну а потом их будут продавать уже на авито лыс на популярных платформах так теперь поиграем откроем закроем откроем закроем в принципе диагностика уже как бы завершена здесь уже все понятно надо будет в будущем меня дисплей на какое-то время этого хватит опять же это ненадежно поэтому скорее всего я бы посоветовал уже собирать денежки владельцу на покупку дисплея желательно оригинального снятого с другого в отличном состоянии еще вариант замены самой матрицы но там тоже иногда бывают небольшие косяки это нужно делать в комнате где не будет пыль и есть шанс того что какие-то пятна могут остаться если это сделать неправильно но в общем лучше всего конечно в сборе взять снятый с другого в идеальном состоянии вот так отличный мак для покупки на вторичном рынке поделитесь этим полезным видео